Здравствуйте, уважаемые родители! Мы продолжаем наши встречи и сегодня, по многочисленным вашим просьбам, мы поговорим о повышении температуры у ребёнка, почему она возникает, как правильно на неё реагировать, и, в общем-то, это информация, которая для вас будет и полезной, и в то же время вы не будете делать никаких ненужных вещей по отношению к своему ребёнку, потому что очень часто это приносит не пользу, а вред. Итак, повышение температуры или гипертермия. Мы с вами помним из школьных курсов, что температура внутри человеческого тела немножко выше, чем на поверхности кожи. Мы привыкли измерять чаще всего температуру на поверхности кожи, и в среднем в норме она имеет определённый интервал от 36 до 36,9 градусов Цельсия. В тот момент, когда организму требуется защита от какой-то чужеродного белка, то есть от проникновения микробов и их воздействия в организмах, вирусов, каких-то других факторов, которые отрицательно влияют на организм, в организме человека запускается определённая система, и следствие этого запуска является усиление кровотока к месту, которое нужно защитить, с одной стороны, и лимфотока, с другой стороны, активизация процессов обновления клеток, благодаря чему необходимо дополнительное питание, это питание несёт клетки крови, поэтому они активно начинают двигаться, они активно начинают функционировать, и температура внутри человеческого тела повышается, а соответственно повышается температура на поверхности. Есть определённая классификация, определённая градация повышения температуры, а именно градация гипертермии, гиперповышение термоса и температура. Соответственно, сейчас я графически изображу эту градацию. Итак, гипертермия первой степени идёт от 37,0 до 37,9 градусов Цельсия. Вторая степень – 38,0, 38,9 градусов Цельсия. И третья степень – 39,0 и выше. Вот перед вами три вида гипертермии, три степени, которые могут быть в организме человека. Возникает вопрос, для чего температурная реакция организму нужна. Но мы с вами на этот вопрос, в принципе, ответили. Я ещё раз уточню, что повышение температуры всегда во всех случаях, будьте внимательны, следите за тем, что я говорю, всегда во всех случаях является защитной реакцией для организма. То есть при любом варианте, при любом состоянии организма и при любой реакции организма на повышение температуры надо чётко понимать, что повышение температуры – это защитная реакция. Исходя из этого, возникает второй вопрос. Всегда ли эта защитная реакция является полезной для организма? И мы с вами можем очень чётко доказать, я вам докажу через несколько минут, что повышение температуры, всегда являясь защитной реакцией, далеко не всегда является для организма полезной. То есть возникает своего рода определённый парадокс, когда защитная реакция может быть вредной для организма, может привести организм к необратимым последствиям. Как же это происходит? Чтобы это понять, давайте с вами возьмём модель человеческого организма, вернее, модель, мельчайшая структура человеческого организма, которая является клеткой. Так вот, такой моделью идеальной клетки является куриное яйцо. Ну, не важно, любое яйцо, вплоть до крокодила. Возьмём куриное яйцо и рассмотрим его более внимательно. Действительно, она очень похожа на клетку. Сверху оболочка, мембрана жёсткая, скорлупа. Дальше белок, как межклеточная жидкость, внутриклеточная, вернее, жидкость, которая содержит ядро, где находятся все структуры. Это желток. То есть, налицо прототип клетки человека. Температура, что нас интересует, собственно говоря, температура внутри клетки, внутри яйца, точно так же, чуть больше, чем на её поверхности. Кладём яйцо в воду комнатной температуры. Соответственно, температура окружающей среды, то есть воды, никаким образом не меняет ситуацию с температурой на поверхности яйца и внутри его. А вот теперь мы начинаем температуру окружающей, температуру менять. То есть яйцо в воду начинаем нагревать. И что происходит? Постепенно температура внутри клетки, внутри яйца начинает увеличиваться. И наступает такой момент, когда мы с вами это знаем по яйцу, да, яйцо становится сначала там в смятку, потом в мешочек, потом вкрутую. Что происходит? За счёт чего эти процессы происходят? Они происходят за счёт начинающегося сворачивания белка. Так называемая денатурация белка. В клетке человека происходит то же самое. С ростом повышения температуры начинает происходить процессы сворачивания белка. Возникает вопрос, что же это такая за температура, при которой в клеточный белок потихонечку начинает сворачиваться. Посмотрите внимательно сюда. Не зря эту градацию я вам привёл, и она имеет место быть. При температуре, когда начинается вторая степень гипертермии, то есть при температуре 38,0 и выше, в норме начинает происходить процессы сворачивания белка. И чем выше температура, тем сильнее происходят эти процессы. Отсюда вывод. Гипертермия первой степени, то есть до 37,9, является и защитной, и полезной реакцией. Соответственно, снижать её в норме не надо. И только при температуре 38 градусов и выше, когда начинаются процессы сворачивания белка, и клетки начинают умирать, начинают не выдерживать эту защитную реакцию, необходимо начинать процессы снижения температуры. Понятно, что я вам говорю сейчас схемы общие, схемы, ну скажем, средние, которые возникают в нормальных ситуациях. Бывают и люди, и дети в частности, которые на повышение температуры реагируют индивидуально. И мы с вами знаем, что даже при маленькой температуре, допустим, 37,3, ребёнок её переносит очень плохо, вплоть до начала судороги и так далее, и так далее. Здесь, конечно, меры нужно принимать сразу, и мы об этом сейчас не говорим. Мы говорим о состоянии в среднем нормальной. Вы скажете, очень часто дети очень хорошо переносят повышение температуры, и температура 39 на ребёнке внешне почти не сказывается. Но это очень обманчиво. Клеточные процессы ведут себя независимо от состояния ребёнка. И если, ну не надо экспериментировать, можете поверить мне на слово, но если ребёнок переносит такую температуру очень хорошо, то процессы разрушения клеток всё равно идут, и наступает такой момент, когда ребёнок с высокой температурой прыгал, скакал, играл, был внешне довольно счастливый, и вдруг, неожиданно, он бледнеет, падает, возникает состояние обморока или какой-то термической комы и соответственными очень тяжёлыми последствиями. Почему? Потому что клетки организма всё равно разрушаются. Просто адаптационные способности конкретного организма могут быть достаточно большие, но не беспредельные. Поэтому реакция всё равно произойдёт. И лучше до этого не доводить. Иногда в форуме я читаю информацию, когда мама пишет, что вот мой ребёнок так хорошо переносит температуру, мы ничего не даём, это вредно и так далее. Не надо этого делать, потому что для организма это всё равно очень опасно. Просто ваш ребёнок вот эту опасность ощутит очень неожиданно, вдруг. Это будет чрезвычайно неприятно и чрезвычайно опасно для ребёнка. Поэтому меры надо принимать незамедлительно, если температура становится высока, выше 38,0, то есть второй степени гипертермии. Теперь, когда мы разобрали, почему повышается температура, когда её надо снижать, как нужно оказывать помощь ребёнку, в каких случаях что делать, мы с вами переходим к разговору о том, как же правильно снижать температуру. И об этом мы с вами поговорим на следующем нашем семинаре. А сегодня я желаю вам всего доброго, берегите себя, берегите своих детей и до новых встреч.